Сразу к делу. Сегодня поговорим про игровой коврик от компании Red Dragon. Давайте начинать. В прошлый раз на обзор мышки Logitech G102 я покупал коврик от компании Hama, который мне очень понравился. Единственное, что мне захотелось, коврик, который закрывал хотя бы две трети моего стола. Поэтому я изучил аналоги и китайские какие-то предложения на Алиэкспресс, и всякие брендовые ковры, и принял для себя решение, что оптимальным по соотношению размер, цена и качество должен стать коврик от компании Red Dragon. Давайте посмотрим, что он вообще из себя представляет. Начнем с упаковки. Упаковка у него, кстати, очень солидная. Вот так примерно должен выглядеть наш коврик. Называется он Taurus. Основные характеристики у коврика такие. Размер у коврика 930 на 300 на 3 миллиметра. Ткань плюс резина, как и у фирмы Hama было. Также влагоотталкивающее покрытие, как нам обещают, устойчивое загрязнениями. Основные края ковра выполнены из пененой натуральной резины высокой плотности. Края усилены оплеткой и не подвержены деформации. Это все звучит очень неплохо. Кстати, внизу мы можем посмотреть, что коврик был выпущен в 10 месяце 2020 года. Тут такой логотип симпатичный этой компании. Скажу сразу, коврик я брал для того, чтобы вот эту мышку потестировать от компании Asus. Называется Gaming M3. И когда покупал коврик, мне еще предложили за очень неплохую ценную мышку. Я ее купил. Модель я пока называть не буду. Я про нее расскажу вот в обзоре вот этой мышки. Но меня в этом плане, ребята, очень сильно прям вот разочаровали. Надеюсь, с ковриком ситуация будет лучше. То есть обзора на эту мышку точно не будет. И что еще интересно, есть пломба. В принципе, пломба на коврике, я не знаю, зачем нужна, если он легко открывается вот так. Но, тем не менее. Если вы покупаете такой коврик с рук, типа новый, да, почему надо его вскрывать сразу же? Смотрите, вроде бы пломба, да, стоит. То есть у нас все должно быть четко. Внутри лежит оригинальный коврик. Но, ребята, очень просто. Он открывается снизу. И можно положить сюда абсолютно любой коврик любого качества. Поэтому просто вот про это знайте. Я пломбу вскрою, потому что я коврик продавать не собираюсь. Я про него очень много лесных отзывов слышал. Так, вот такой вот рулетик с ковриком. Больше ничего нету. Снимем упаковку. И вот такой на нем рисунок. Первое, на что я обратил внимание, коврик очень плотный. Как и обещал производитель. Внизу у нас резина, то есть коврик не будет скользить. Как-то вот так это все дело выглядит у нас на столе. Так, уберу пока горшок. Вот. Материал приятный. Ничего не скажешь в этом плане. Также очень хорошо, я смотрю, прошиты края. Это тоже здорово. Коврик мне обошелся, ребята, всего в 7 долларов. С учетом скидки это супер классная цена для такого коврика большого. Это чуть-чуть дороже, чем коврик от Хамы, который был, ну, примерно вот такого размера. Мышка по коврику ходит очень хорошо, но материал не очень скользкий. То есть я прикладываю небольшое усилие. Также после распаковки немножко, вот у нас еще вздыблены края, но со временем уверен разгладец. Теперь самое главное. Я этим ковриком попользуюсь 3 недели. Разумеется, пока впечатления очень приятные. Посмотрим, что с ним случится после небольшой эксплуатации. Насколько он где-то протрется от мышки. Возможно, где-то швы вот тут вот под рукой начнут разлазиться. Обо всем этом вы узнаете буквально через одну секунду. Итак, ребята, прошло уже пару недель. Я ковриком попользовался. Поиграл на нем в Киберпанк. Поработал, помонтировал. В общем, мне коврик очень понравился. Пыль не собирает. Не маркий, не скатывается. Материал очень приятный. Поэтому, если вот найдете такой коврик где-то за адекватные деньги. А я думаю, что адекватные деньги это не дороже, чем 10 долларов. То я однозначно рекомендую к покупке. На этом все. С вами был Антон. Приятных вам покупок. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok